Жесткий, мягкий он в середине, несмотря на камбер, он будет очень прикольно плыть в снегу и будет чуть живее, может быть, чем стратос. Но вот это вообще вне конкуренции. Костя Сан, мы в магазине Кантон-Нагорный и сегодня я расскажу про доски среднего ценового сегмента. Итак, приходя в магазин, можно встретить доски дешевые, доски супердорогие и где-то вот как раз вот эта вот серединка. Цены в каждом бренде в зависимости от бренда на средний ценовый сегмент могут отличаться. Это там от 30 тысяч до 45, все зависит от бренда. Если говорить про топовые доски, то порой мы переплачиваем за имя. Вот, например, про модель Эрика Джексона. 58 тысяч рублей, но по начинке доска не сильно отличается от своих аналогов в поведении тоже. То есть мы здесь платим за имя. Ну, конечно, из-за технологии тоже здесь начинка чуть лучше, чем, например, в бюджетных моделях. Дерево легче, карбончика больше и так далее. Но стоит ли за это переплачивать? И сейчас я попробую дать примеры разных брендов, разных досок средней ценовой категории. Ну что, я думаю, что мы начнем с Мервина. Если говорить про Мервин, то это два бренда. Это Липтех и Гну. И вот сейчас мы стоим поближе к Липтеху. И здесь я бы выбрал вот эту доску. Она красивая. Дизайн делал художник Майк Парило. В начале 2010-х он рисовал дизайн на промодели Трэвиса Райса. Если посмотреть Art of Flight, вот эти сумасшедшие молнии из глаз девушек на досках. Это работа Майка Парило. И это самая дешевая доска в линейке Липтеха. Ну да, цена, конечно, 47 тысяч рублей без скидок. Но вот такая вот ситуация в мире. Цены на доски поднялись. Итак, это направленный сноуборд, где закладные смещены к хвосту. Пяточка, уже, нос от загиба больше. Но это C3 прогиб. То есть это практически кембер. Это практически кембер. Как и на всех досках Мервина здесь есть магнитрэкшн. Не будем на этом сильно останавливаться. Я думаю, много информации в интернете, как это работает. Говоря про эту доску, это агрессивный, в меру агрессивный снаряд. На котором, кстати, катается один из райдеров команды Липтех Остин Свиттен. И если, например, не хватает денег на E-Jack Knife про модель Эрика Джексона, то вот это хороший аналог. Похожая доска есть у Гну. Это у нас Гну Антигравити. Повторюсь, что Липтех и Гну это один и тот же завод, одно и то же дерево, скользяки, топшиты. Разница в дизайне, в направленности бренда. Гну изначально был более фристайл брендом, Липтех был более фрирайд брендом. И если сейчас мы посмотрим на линейку, то фристайл моделей в линейке Гну чуть больше. Итак, это практически копия и близнец Динамо. Тоже прогиб C3. Это практически кембер. Также пяточка уже, чем нос. Даже ширина в той же ростовке талии такая же. Закладные смещены к хвосту, но по ощущениям доска чуть-чуть мягче. И здесь слегка проще скользяк. Вот тут вот G1 Eco Construction. Здесь на одну, на две полосочки по уловней. Это легкое дерево в сердечнике сноуборда меньше, но это незначительно. И вот эту доску я уже второй сезон хочу покатать. Я ее тоже заберу с собой. Вот сюда ее поставим. И, например, если мы говорим про досочку чуть подороже, в линейке Гну можно посмотреть на вот такой вот T2B. Top to bottom. То есть это идея, что на одном сноуборде можно ехать всю гору. И по пуклику, и по трассе, и по буграм, и так далее. Она очень похожа на Гну антигравити, но у нее чуть лучше скользяк. Это уже синтерет. И форма отличается. Заужение пятки относительно носа больше. То есть эта доска лучше поедет в мягком снегу. Ну и, конечно, да, она чуть-чуть пожестче. Я ее верну на место. Если говорить про фристайл категорию, то за приемлемые деньги у нас есть доска Money. Стоит она 37 тысяч рублей, значительно дешевле. И это тот вариант, когда хочется недорогую доску, но при этом твинчик. Здесь C2 прогиб. Доска мягкая, симметричная, абсолютно симметричная. Вот с таким вот веселым дизайном. И эта доска подойдет для парка, перил, для вообще универсального катания. Или, вот, например, тут широкая ростовочная сетка. От 144 ростовки до 158 широкой. Поэтому я бы не назвал ее мужской или женской. Она в меру унисекс. И вот эта, например, ростовка. 144 стали и 24, и 2. Вполне себе подходит для женского ботиночка. Если говорить про липтех и попытаться выбрать что-то фристайл-ориентированное. Вот в ту же цену, что и липтех Динамо. Есть доска липтех Box Scratcher. Название говорит само про себя, само за себя. Это полный твинтип для перил. Прогиб здесь такой же, как и на скейт-банане. Обратный прогиб вот в этой зоне. И плоские части под креплениями. Конечно, начинка здесь непростая. База с этого сезона здесь уже синтерет. То есть они подняли эту доску. Она всегда была чуть дешевле. С этого сезона она с более дорогими материалами. Итак, липтех это гно антигравити. Я ее отложил. Динамо это брат из линейки липтех. И Box Scratcher. Скейт-банана с этого сезона подорожала. Идем дальше. И дальше у нас Джонс. Из Джонса традиционно я бы выбрал Explorer. Просто универсал на все случаи жизни. Если вы не знаете, что вам понравится. Фристайл, фрирайд или трассовое катание. Не хочется сразу тратить много денег. То Джонс это выбор. Ширина носа и хвоста одинаковая у этой доски. Но при этом закладные элементы и прогиб смещены к хвосту. То есть рокер в носовой части. Он больше рокера в хвостовой части. Кембер на этой доске задействует вот эту зону. То есть видите, после большого пальца на носу мы еще видим большой длинный нос. Хвост чуть-чуть покороче. Жесткость тоже направленная. Удобная, комфортная доска. И самая доступная из мужской линейки Джонс. Ну и вторую досочку, которую я бы выбрал, это Джонс Mountain Twin. Конечно, цена уже выходит немножко за рамки нашей категории. Но в рамках линейки Джонс это по-прежнему доступный снаряд. Это Twin. Ну да, он немножко направленный, но он более симметричный, чем Джонс Фронтьер. И с этого сезона эту доску немножко изменили. Вот как раз тот случай, когда сезон от сезона меняется не только дизайн, но и форма. Сноуборд стал чуть шире, изменилась форма носа. И это не визуальные декорации. То есть форма носа от загиба стала чуть шире. Нос стал более квадратным. Вот эта вот зона носа стала пошире. То есть сноуборд будет лучше реагировать на снег. Понятно, что это не паудер-снаряд. Но я думаю, что ездовые характеристики в мягком снегу у него увеличились. Плюс доска по ощущениям стала более мягкой, более пластичной. Прям рекомендую. Но я думаю, что я отложу себе Explorer. Давно я про него не рассказывал. Explorer. Фронтир, фронтир. Теперь это фронтир. Давно я на нем не катался. И я сниму видео. Обязательно ждите. Забираюсь с собой в Шеридеш. Найдекер. На мой взгляд, самые недооцененные сноуборды. И бренд в целом недорогой. И сейчас я выберу две, а может быть даже и три доски. И начну я вот с этой. Стоит она меньше 40 тысяч рублей. Это Найдекер Escape. Когда я катался на ней в прошлый раз, она была совсем другой. И пару лет назад случился рестайлинг этой модели. Вообще многие модели изменились. И теперь эта доска на кембере. Полностью на кембере. Если посмотреть, то кембер здесь вот до этой части. То есть нос начинает подниматься слегка, не доходя до контактных точек. До самого широкого места на носу. Это хорошо. При том, что это кемберный сноуборд. Это позволяет немного снизить давление в этих местах. И сделать доску чуть более плавной. При этом она не жесткая, но она отзывчивая. Я бы сказал, что это хороший конкурент. Например, Burton Process. Кастом будет немного пожестче. Это слегка направленный снаряд. Закладные элементы чуть-чуть смещены к хвосту. Но ширина носа и хвоста одинаковая. Жесткость по ощущениям. Жесткость по ощущениям тоже симметричная. То есть это интересный, универсальный снаряд, который может конкурировать с авиатором от Джонса, который стоит 60 тысяч рублей. Хорошо себя вести в условиях карвинга на трассе. И при своей жесткости, я думаю, он будет неплохо реагировать на снег. Выглядит очень круто. Это деревянный топшит. Про начинку я много... Про начинку я стараюсь сильно много не рассказывать. Потому что примерно на всех досках она одинаковая. Триаксиальное и биаксиальное волокно. Это стеклоткань с разным направлением волокон. Чем более разнонаправленное волокно в доске, тем более производительный и цепкий будет сноуборд. Но в досках средней ценовой категории это двухаксиальное и биаксиальное. Я эту доску заберу с собой. И пока она мне нравится больше всего, что я выбрал. Номер два из Найдекера это Мерк. Если Эскейп был кемберный, то Мерк Кембер Рокер. И здесь зона кембера вот такая. Дальше подъем хвоста и носа сноуборда. Он тоже направленный, но ширина носа и хвоста одинаковая. Лишь закладные смещены к хвосту. И он помягче. Он уже более гибкий. И доска такая с уклоном во фристайл. Если говорить про жесткость, то доска мягкая между креплений, а вот нос и хвост они пожестче. Я думаю, что она будет приятно вести себя на прессах, во флет-фристайле. То есть это такой универсал, если хочется больше фристайла и при этом нужна доска, на которой можно кататься по всему курорту, а не только в парке или бросаться на перилах. Достаточно универсальные. И ее я тоже с собой отложу. Возьму ростовку 159. В литейке Найдекер есть несколько цветных досок с ретро-дизайнами. Это вот, например, Airpipe. Стоит она 43 тысячи рублей, но по сути это Найдекер Мерк. За дизайн мы доплачиваем еще десяточку. А вот доска Найдекер Липстик. Это аналог Escape. То есть это доска сделанная на основе модели Escape, но за дизайн опять же придется доплатить 10 тысяч рублей. И я думаю, что третья доска, которую я бы хотел попробовать, это сенсор. Я ее тоже возьму с собой. И это доска с интересной технологией. Наверное, знаете батальон с их технологией Triple Base. Видно, да, как вот эти вот зоны приподняты. И зона, которая находится в воздухе, она не широкая. Вот. И здесь, наверное, видно вот этот сгиб. И я думаю, что это будет неплохо. И я думаю, что доска неплохо будет вести себя на баттерах, на прессах. Должна быть очень веселой в весеннем снегу, в слэше, в каше. Если говорить про прогиб, то тут кембер-рокер. Нос начинает подниматься, нос и хвост вот от этих мест. Вот от этих белых полосок на носу и на хвосте. Это симметричная доска с симметричной жесткостью, мягенькая. И у меня на канале был обзор Capito Ultra Fir. И в этом сезоне я хочу попробовать Neidecker сенсоры. Я думаю, она будет неплохим конкурентом, как видите. Отложу с собой. Конечно, хороший способ сэкономить, это отправиться к стойке с прошлогодними досками. Как правило, они ничем не отличаются от нынешних, кроме дизайна. Но раз в два, в три года, конечно, бренд изменяет модель, привносит в нее что-то новое. И из таких досок я бы хотел обратить внимание на Salomon First Call. Этой доски с этого сезона нет в линейке. На смену ей пришла доска Dance Hall. Уже знаю, что она будет стоить в розницу 31 тысячу рублей. Если говорить про First Call, то цена на нее сейчас вот такая. Универсальный сноуборд, слегка направленный полностью, кемберный. В линейке Salomon такой прогиб называется Rockout Camber. По сути, это кембер. Вот от этого места до вот этого места. И дальше от буковки О в слове Salomon начинается подъем носа и хвоста сноуборда. Доска пластичная. С равномерной жесткостью и вот таким интересным, может быть, даже слегка ретро дизайном. Итак, таких досок здесь много. Скоро придут свежие Salomon. Обязательно обратите внимание на модель Dance Hall. Итак, не обязательно брать доски за космические суммы. Средние доски средней ценовой категории могут не сильно отличаться по начинке. А покупая доски топового уровня, мы частенько переплачиваем за имя, если это про модель Трэвиса или Эрика. Поэтому обратите внимание на этот ценовой сегмент. И ждите моих обзоров со снега тех досок, которые я отставил в сторонку. Это был Костя Сан. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!